Шикарная апрельская погода плюс 21 поднимает настроение буквально всем жителям города и дает возможность бригаде озеленителей на несколько дней раньше привычных сроков приступить к работе. Благодаря усилиям всего 13 сотрудников на майские праздники, видное превратится в цветочный рай. Первую посадку мы сажаем в Виолу, которая более-менее стрессоустойчива, потому что изменчивы погодные условия, которые ожидаются. И Виола себя выдерживает при каких-то понижениях температуры. Каждый из сотрудников за смену сажают около трех тысяч синих, белых, розовых и бордовых крупноцветковых Виол, которые в народе еще называют «Анютиными глазками». Уже готовы клумбы возле кинотеатра «Искра» и «Камни первостроителям». Сейчас ведется работа на Аллее Славы. Сейчас будет Виола. Дальше мы Виолу убираем и уже привозим летники. Там и тагетисы, и тенерарии, и очень много разных цветов. Конечно, клумбы будут все лето играть по-разному, до позднего осени. Сотрудницы отдела благоустройства озеленения Вера и Надежда Бахтерева рассказывают, что высаживают цветы по особой технологии к Первому маю и Дню Победы. Теперь, чтобы рассада хорошо прижилась, ее надо правильно поливать. Сажается ряд, да, и в шахматке сажается следующий ряд. И так далее. То есть, а по тому, как у нас по плану посажено, то есть, размечено все, это по рисунку. Какие цветы планируются, на какой там, допустим, рисунок, какой линии. Тогда там уже тоже. А в основном вот и шахматка идет. Перед началом посадок дизайнеры обязательно готовят эскизы и стремятся, чтобы городские цветники всегда выглядели по-разному. Весной и летом этого года клумбы с необычным рисунком появятся возле администрации и в Тимоховском парке.